В Москве вынесен обвинительный приговор фальшивомонетчикам. Участники ОПГ проведут за решеткой от 2 до 15 лет. Чтобы разоблачить преступников, полицейские разработали сложную спецоперацию и даже внедрили в группировку оперативного сотрудника. Кадры задержания бандитов в репортаже Виталия Кармазина. Этот судебный процесс проходил за закрытыми дверями. На скамье подсудимых фальшивомонетчики, свидетели, двойные агенты, полицейские под прикрытием. Чтобы ликвидировать группировку, в нее пришлось внедрить оперативника, который вышел на лидера банды и заключил сделку на полтора миллиона рублей. Участников ОПГ взяли с поличным в Москве. Такого развития событий преступники явно не ожидали. Вскоре стало известно. Банду сколотили жители Дагестана, Тульской области и Армении. Подделки печатали в частном доме под Махачкалой. Вот сбывали фальшивки уже в Москве. Специализировались на купюрах достоинством в тысячу рублей. Изготовленные ими купюры были очень хорошего качества. Отличить их от настоящих было очень сложно. Данные купюры, они просвечивались в ультрафиолете и имели разные государственные номера и водяные знаки. По версии следствия, прибыль от сбыта фальшивок шла на финансирование оргпреступных группировок. Однако сами задержанные уверяли, что они честные труженики. Строители, официанты, мясники. Чем занимаетесь? Ничем. Без работы? Сейчас, в данное время, да, без работы. Последнее место работы? Мясником работал. Мясо разобрал. Свою вину фальшивомонетчики признали только на суде. И то частично. Все задержанные участники ОПГ отправятся за решетку. Лидер группировки Абдулла Амаров проведет там 15 лет. Виталий Кармасин, Владислав Паршин, Вести, дежурная часть.